Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России. В 1983 году окончил Московский Государственный Университет имени Ломоносова. В 1986 году аспирант экономического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент. В 2005 году окончил Дипломатическую Академию Министерства Иностранных Дел Российской Федерации. В 1997-2000 годах заместитель председателя Кабинета Министров, министр экономики Чувашии. С 1999 года депутат Государственной Думы России был заместителем председателей Комитетов по экономической политике и предпринимательству, по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. С 2016 года председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку. С 2006 по 2017 год президент Ассоциации банков России. С 2017 года председатель Совета Ассоциации банков России. Время. События. Люди. Города. Дороги. Сети. Мнения. Рынки. Информация. Портал Финверсия. Финансовая версия происходящего. Атолий Геннадьевич, вот сейчас обсуждается бюджет страны на следующий год. Каким планируется его дефицит? 1,3 миллиарда рублей. Это примерно если к ВВП относить 1,3%. Низкий дефицит. Ну и этот дефицит будет покрываться за счет резервов правительства и за счет наращивания внутреннего государственного долга. Вот этот вопрос, он вызывает вопросы, поскольку мы имеем сейчас хорошую цену на нефть. И очевидно она в следующем году будет достаточно высокая. Ну и зачем занимать, если можно за счет дополнительных нефтедолларов, в принципе, покрыть этот дефицит. Мы довольно много платим за обслуживание долга. А в текущем году, не только внешнего, а и внутреннего тоже, да. Более 700 миллиардов рублей в текущем году мы потратим на обслуживание долга. А в следующем году уже предусматривается более 900 миллиардов, почти триллиона рублей на обслуживание долга. Ну и зачем наращивать его? А правительство на это пойдет? Там же есть линия отсечения. Вот эта линия отсечения. 40 долларов, все забаррели. Да, эта линия отсечения как раз и не позволяет направлять средства на погашение дефицита. Она, наоборот, будет способствовать накоплению дополнительных резервов. Но я думаю, что сначала лучше закрыть долги, когда получаешь дополнительные доходы, а потом уже можно и резервы формировать. Вот здесь есть такая коллизия, которую мы заметили, обратили на нее внимание. Причем долг растет довольно существенно в следующем году на 60%. Он низкий, государственный долг России очень низкий. Он ниже, чем в США, значительно там в разы. В США превышает 100% ВВП, у нас только сейчас около 13%, но будет 17%. На 60% многовато. Ну, а думаю, может сыграть вот в этом вопросе какую-то роль, если правительство, скажем так, встанет и скажет нет, вот все, линия отсечения в 40 долларов и ни шагу вперед. Я бы оставил линию отсечения, но просто бы приписал небольшую фразу о том, что первые дополнительные доходы, которые получаются благодаря превышению цены на нефть, выше 40 долларов за баррель, по которой по счетам бюджет, направить на погашение долга, государственного долга, а все остальное, значит, должно идти на пополнение резервов. Вот опыт предыдущий показывает, что частенько правительство наше пользовалось, ну, самым простым способом, я не буду говорить примитивным, но простым, просто девальвировала рубль и за счет этого получала дополнительные доходы в бюджет. Как вы считаете, насколько велика вероятность, что правительство все-таки пойдет вот по этому пути? Правительство, Центральный банк просто с всякими своими инструментами, способами пытается препятствовать сильному укреплению рубля, поскольку это будет бить по экономике. Поэтому сейчас говорить о том, что покрывать дефицит нам придется за счет девальвации рубля не приходится. Правительство будет думать о том, что необходимо предпринять, а у него узкий инструментарий для того, чтобы рубль сильно не укрепился, ну, и для того, чтобы сохранить конкурентоспособность российской экономики. В настоящее время мы часто встречаем термины роботизация процессов, которые внедряются достаточно активно, биометрическая платформа, блокчейн, криптовалюты. Каждое из вот этих понятий содержит в себе колоссальные возможности. А при должном внимании мы можем получить и достаточно серьезные изменения в финансовой секторе России. Такое ощущение, что мы немножко опаздываем вот в этом процессе, в освоении вот этих ресурсов. К чему это происходит, мне не очень понятно. Ну, если говорить о биометрии, использовании ее для идентификации удаленной клиентов, кредитных организаций, других финансовых институтов, в первом чтении законопроект принят. И мы проходили согласование этого документа с разными институтами государственными, в том числе силовыми. И в конце концов все согласились с тем, что это направление надо развивать. Законопроект, я думаю, превратится в закон уже в текущем году. И Центральный Банк здесь нас активно поддерживает. Что касается блокчейна, криптовалют, есть решение президента о том, чтобы эти направления развивать. И в ближайшее время законопроект появится. Сам Центральный Банк на своей базе тему блокчейна активно тоже развивает. Вы сказали о том, что блокчейн активно используется. Я бы не сказал, что он активно используется, поскольку пока он проигрывает в скорости проведения транзакций в традиционном схеме, поскольку требуются большие мощности серверов для осуществления этих операций. Ну и капиталоемкая штука. Но очевидно, что технический прогресс приведет к тому, что все ускорится, и блокчейн – это технология будущего. Криптовалюты – вопрос сложнее, но, опять же, в поручении президента обозначено, что надо и тему майнинга отрегулировать, и вопросы, связанные с ICO, отрегулировать, и вопросы налогообложения тоже необходимо отрегулировать. Как я уже сказал, до конца года законопроект точно появится, и, соответственно, дадим старт использованию новых технологий. При этом Россия, может быть, даже является одним из лидеров этого процесса. Тема не очень простая, и там такой, по крайней мере, первый взгляд говорит о том, что возможно формирование мыльных пузырей, финансовых пузырей, пирамид. Ну и многие наши граждане могут пострадать. И сейчас уже, кстати, до 90% ICO, так называемых, это ICO-мошенники проводят. И, кстати, в том числе поэтому необходимо легализовать этот процесс и отрегулировать его для того, чтобы привлечение денег граждан проводилось под конкретные, вполне перспективные проекты, ну, по крайней мере, с точки зрения экспертов, а не на шулерские всякие действия. Я как раз рад ошибиться вот именно в этом направлении, потому что, ну, это будущее страны, это развитие страны. А, кстати, о крипторубле ничего там в этом законе не будет сказано? Ну, тема крипторубля тоже обсуждается. Все вопрос, я думаю, что будущего. Что такое крипторубль? Зашифрованный рубль. Это, очевидно, электронная денежная единица, привязанная к рублю. Это не серьезно. Если она не привязана к рублю, то возникает вопрос, зачем она нужна. Если это денежная единица, которую генерируют частные лица, а сейчас биткоин там и другие криптоединицы генерируют частные, фактически, физические лица или компании, это как раз вызывает опасения у регуляторов, что может взорвать финансовый рынок. В общем-то, тема крипторубля существует, она обсуждается, но когда мы к этому придем, пока говорить рано. Социальная сеть «Арена Финверсия.ру» не требует от пользователей регистрации, создания профиля, запоминания пароля и тому подобного. Зарегистрироваться в соцсети можно не только классическим способом – через почту, но и в одно касание – через социальные сети Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Google. Любой пост в социальной сети в одну кнопку дублируется на той социальной сети, которой пользуется автор. Однако в сети «Арена Финверсия.ру» посты могут быть как публичными, так и приватными. Кроме того, пользователь, если он этого желает, может выступать здесь не только под своим именем, но и под псевдонимом. Особый интерес социальная сеть «Арена Финверсия.ру» может представлять для практикующих трейдеров биржевого и форекс-рынка. Каждый пост может оснащаться временем прогноза, графиком торгового инструмента. Предусмотрена опция следования за прогнозом. Кроме того, начинающие трейдеры и интересующиеся финансовым рынком могут попрактиковаться в биржевой торговле на подключенной к сети специальной учебной платформе «Финверсия.трейд.демо». АСВ выплатила вкладчикам 1,7 триллиона рублей. Ну, тех вкладчиков, тех банков, которые обанкротились. По данным агентства «ФИЧ», государство на поддержку госбанков затратило 2 триллиона рублей. Вот сейчас у нас 2 банка обанкротилось, открытие и Бинбанк. По оценкам экспертов, на их санацию потребуется 1,5 триллиона. То есть мы получаем сумму, эти 2 триллиона рублей, это 37% расходной части бюджета. Ну, около 40%. Сумма, в принципе, гигантская. Ну, во-первых, цифры, которые вы называете, они, скажем так, не совсем соответствуют, по крайней мере, тому, что называют Центральный банк. Ну, хорошо, тогда «ФИЧ» 2 триллиона. На санацию банка открытия и Бинбанка меньше триллиона точно, по крайней мере ЦБ говорит, да? Около там, ну, 700 миллиардов рублей. Но деньги все равно большие, огромные, за эти деньги можно было бы много чего построить и сделать для страны. При этом надо понимать, что это деньги, которые не уходят в экономику, это деньги на повышение капитала кредитных организаций, они фактически отшляются с помощью внутренних проводок и на инфляцию очень сильно не влияют. Ну, практически не влияют. Они как бы с одного баланса переходят на другой баланс, но остаются фактически на счетах Центрального банка, а это деньги не циркулирующие в экономике и на инфляцию не влияют. Если финансовая система, крупнейшие банки грохнутся, грохнутся, особенно Госбанки, то, очевидно, это будет такое потрясение, от которого прежде всего пострадают низко обеспеченные слои населения. Другое дело, что Центральный банк, правительство не должны были допускать этой ситуации. Должны были действовать превентивно, но и в принципе в значительной степени проблемы, которые возникли у финансовых институтов, это проблема в госуправлении, в надзоре, в регулировании финансовых институтов. И здесь сейчас наводится порядок, который мы поддерживаем, потому что у нас очень много финансовых институтов ввели себя не здорово, не добросовестно. Многие из них жалуются на жесткость регулятора, но эта жесткость как раз связана с тем, что необходимо нам в конце концов навести порядок в финансовой системе, в банках, в негосударственных пенсионных фондах, страховых компаниях, в микрофинансовых организациях, для того, чтобы в будущем таких потрясений не было, и чтобы, скажем так, за госсчет не спасались эти институты. Вынужденная мера. Просто если бы не вложили средства в поддержку этих финансовых институтов, пострадали бы, прежде всего, рядовые граждане. Все оказали поддержку финансовым институтам не потому, что они хотят олигархов поддержать или кого-то еще, а для того, чтобы сохранить стабильность в обществе. При этом, конечно, должна быть ответственность тех, кто довел до такого состояния. Это и к регулятору относится, но это относится и к собственникам, прежде всего, этих финансовых институтов. Сейчас СБ над этим работает, в том числе, кстати, взыскивая активы у этих собственников в пользу от соответствующих оздоравливаемых кредитных организаций и Бинбанка, и Банка Открытия. Чиновники Центрального банка говорят, что им все известно, и в разговоре с банкирами они говорят, что они видят все. Но почему же тогда допускаются такие провалы? Сейчас надзор централизуется. То есть фактически вся информация о транзакциях, о потоках, идущих через кредитные организации, теперь будет концентрироваться в центральном офисе Центрального банка. И он будет действительно тогда видеть, что происходит в каждой кредитной организации по всей стране. В каждом банке, фактически, в крупном системно-значимом, да и не только системно-значимом, в таком влиятельном банке, есть специальные представители Центрального банка, которые тоже этой работой занимаются. В-третьих, практически вся первичная документация, все первичные операции, которые банки проводят, также Центральный банк видел. И вот тогда, когда это будет внедрено, то практически все будет под контролем. Но, к сожалению, есть еще ситуация, двойная документация, двойная бухгалтерия. И, в основном, к сожалению, те банки, которые потеряли лицензию, они как раз этим занимались. Центральный банк видел одну картину, поскольку представлялась благостная информация о деятельности банка, но параллельно велась черная бухгалтерия, которая и имела реальную картину в кредитной организации. Вот централизация надзора, доступ к информации, связанной с первичными потоками, с первичными операциями кредитных организаций, во многом позволит эту проблему снять. И, в том числе, забалансовые вклады. И в ближайшее время мы будем принимать закон, который как раз эту проблему должен решить, используя возможность дистанционно гражданам узнавать, сформировал вклад или нет. Могут обратиться на специальный адрес, в Центральном банке, где будет возникать ящик, и в этом ящике информация о сформированных вкладах наших граждан. По типу страховых компаний. Застраховал там что-то, раз, сразу там, понятно, левая страховка, или ты на сайте там, это здорово. То, что у нас инфляция снизилась до 4%, даже меньше сейчас. Инфляция уже меньше 3%, 2,8%. Да, 2,8%. Это, безусловно, громадное достижение. Я считаю, что если бы там было два параметра, то могли бы получиться совсем обратный результат. Ну хорошо, вот мы 4% достигли. Куда идти дальше? За какие параметры браться, потом уже с этими четырьмя, чтобы все-таки у нас рост экономики пошел? Ну, для роста экономики, для бизнеса важна стабильность. Центральный банк этой стабильности добился вместе с правительством. Сейчас мы уже перелетели через эту планку 2,8%. Девалюбационные эффекты сменились другими эффектами. Вслед за этим должна снижаться ключевая ставка. Один из инструментов, который позволяет, ну скажем так, не сильно снижаться инфляция, это снижение ключевой ставки. Следом за ключевой ставкой снижаются и проценты по предоставленным кредитам. Низкие проценты по кредитам это источник для экономического роста. Здесь важно, чтобы люди понимали, каков будет уровень инфляции, каков будет, кстати, курс рубля. Если курс рубля будет укрепляться, то очень трудно принимать решение об инвестировании в экономику, потому что ты в какой-то момент станешь неконкурентоспособен с импортом, приходящим в нашу страну. А тебе еще желательно было выходить на внешний рынок. А чтобы на внешний рынок выходить, надо не только качественную продукцию проверить, но еще и относительно дешевая. Поэтому задача ЦБ и правительства очень тонко, очень гибко эту работу проводить. Что касается действий ЦБ, в настоящий момент, мне они кажутся не слишком решительными. инфляция ниже 3%, реальные ставки уже превышают 5%. По ключевой ставке инфляции 2,8%, но вот недавно только снизили, еще на 0,25. Я считаю, что на 0,5 спокойно можно было снижать. Сейчас и в декабре еще раз на 0,5, спокойно доведя ставку до 8%, а потом можно было бы двигаться и дальше. На самом деле разница между ключевой, кстати, ЦБ об этом говорит, и уровнем инфляции должен быть 1,5-2%, но не больше 2,5%. По сегодняшним дням это уже ниже 6% должно быть. Наблюдается удивительная вещь. Ключевая ставка снижается, а реальная ставка по кредитам растет. Вот, если не брать ипотечные кредиты, которые немножко снижаются, а вот все остальное не идет. Я скажу так, ключевая ставка снижается, проценты по кредитам номинально снижаются, в том, что Сбербанки, но реальные ставки, то есть ставка минус инфляция, действительно растут. Они за год текущие увеличились более чем на 0,5%, даже где-то 0,7%. То есть это вот нас как раз беспокоит, как раз я об этом и говорю, что надо снижать ключевую ставку более серьезно, для того, чтобы реальные ставки тоже падали, не только номинально, но и реальные ставки для экономики падали. Ну и тогда мы действительно поддерживаем экономический рост с финансовыми источниками. И вот задача ЦБ как раз в этом и заключается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова